Вообще-то у меня была новелла такая, страх лучший из моих новелл. Как победить страх? Я расскажу, как я победил страх. Я победил страх через то, что научился перекидывать страх на решение своих различных проблем. Это вообще там большая энергия в страхе, это же пик напряжения. И это вообще-то стресс-трамплин. Но страх помогает, когда ты знаешь, за что бороться. И тогда у тебя есть вот это автоматически. И ты преодолеваешь страх и решаешь какой-то вопрос. А когда ты знаешь эту методику, то ты всегда в момент, когда тебя замыкает этот страх по разным причинам, ты можешь вспомнить эту методику и перекидывать страх на решение каких-то нерешаемых вопросов. Ну, разные вопросы могут быть. И страх тоже может быть по разным причинам. Я коротко расскажу сейчас, от чего у меня страхи бывали. И бывают всё время, бывают по разным причинам, но я перекидываю. Таким образом, я победил страх. И когда у меня какой-то страх по какой-то из причин, или соматическое причине, или психологическое причине, или обстоятельства так давят, так сложились, какую-то неопределённость, пришла беда, отворяя ворота, ну, так вот примерно можно сказать, сколько там происходит после этого, когда со страхом сталкиваешься, инстинкт выживания срабатывает, гормональная система срабатывает, подкидывает там гормоны всевозможные, разные, об этом наука давно этим занимается, да, и у тебя такое напряжение, жуткое и паника бывает. И вот как победить страх? Вот именно с помощью этой методики можно побеждать страх. И когда он появляется, а это как джинн из бутылки вылетает, ты можешь иногда и не знать, когда он вылетит, этот страх, когда он вдруг появится. Но ты, когда знаешь эту методику, ты уже к этой неопределённости имеешь этот инструмент определённости. Таким образом, ты справляешься. Это айкидон. Перекидывать какую-то массу, атакующую тебя через себя куда-то, да. Но я говорю о том, что я перекидываю, например, нарушение разных вопросов. Или доведение до конца какой-то там работы, которую я делаю, которую мне сейчас, допустим, по каким-то другим причинам трудно делать, а я этот страх перекидываю туда, и потом легче её делаю, эту работу. Человек становится личностью, побеждая страх, и помогает ему в этом любовь. Любовь к делу, смысл, ради чего ты это делаешь. И тогда вот это замыкание, страх – это короткое замыкание в нейросетях мозга, образно говоря, тогда он тебя не выбивает из жизни напрочь и не калечит тебя. А ты просто эту энергию используешь по своему усмотрению. Так вот, про мои страхи. Ну, страхами я страдал с детства. С детства. Я, когда был маленький, ну, совсем маленький, там у меня происходили такие ситуации, когда, значит, я утром просыпался, и у меня мушки перед глазами плавали. Потом я чуть подрос, и в школе на первых занятиях, на первых уроках просто с ума сходил. Мне казалось, ну, как же это вынести вот эти 45 минут, а их же несколько этих уроков по 45 минут. Я так мучился, и мне казалось, что все дети так мучаются. Оказывается, не все. Это у меня проблема была с сосудами связана. Это я потом узнал через какое-то время, через год. И вот когда сидишь на уроке и ждешь, когда же это кончится, а потом выходишь, и так хочется отдохнуть, и что-то отвлезть, разговаривать, снять вот это напряжение, которое было, а потом опять идешь на новый урок. Это просто мука. Потом я где-то в юном возрасте уже когда был, то у меня происходили такие события. Например, все дети залезали по пожарной лестнице, я оттуда на крышу дома пятиэтажного. Я тоже лез и сходил с ума, как бы мне долезть, и как бы не упасть, и не сорваться вниз, и так далее, я преодолевал усилием воли. И вот поэтому мне всегда было странно. Девочки бегали прямо по этой лестнице, поднимались прямо, и мальчики поднимались, а я вот мучился. Потом еще было так, что я, когда летал на самолетах в разные города, ну я самолета как такового не боюсь, а вот добраться туда, потом, значит, ну не выспавшийся. Вот понимаете, вот вся история у меня заключалась в том, что если я не досыпал утром, у меня целый день провоцировались страхи различными способами. И мне, конечно, хотелось от этого избавиться, но я все время страдал, потому что я все время усилием воли пытался это преодолеть. Потому что я не знал о том, что у меня есть проблемы с сосудами. А у кого нету этой проблемы, ему гораздо легче было. Так вот. Дело в том, что у меня дело дошло до того, что я уже ездил и в походы со школы, я ездил и в альпинистические потом походы, и в экспедиции в горы ездил и так далее. Всегда меня это сопровождало. Я всегда через силу жил. И вот тут, вот это очень интересно, потому что пока не знаешь, что у тебя, сосуды, а у кого-то другая причина может быть. У кого-то чисто психологическая причина может быть. Разные причины могут быть. А у меня на самом деле сосуды. А еще вторая причина у меня была. Например, когда были конфликтные ситуации, и там драться с кем-то приходилось. Я боялся этих ситуаций уже и по психологической причине, потому что я, в отличие от моих сверстников или ребят по-старшим, приходилось отстаивать свою честь или честь моего друга, или девушку, и так далее. Я знал за собой такое, что я из каких-то моральных, этических соображений или из чувства сопереживания не мог гвоздить человека как следует. Понимаете, мне за него было жалко, за него было больно, я сопереживал ему. И все, пытался уйти от этой ситуации, но все равно себя заставлял, накручивал себя, озлоблял себя специально. Представляете, я человек добрый, щепетильный такой, трогательный. Когда какие-то вещи происходят, я переживаю за людей. И в этот момент я вынужден, чтобы не потерять лица, накрутить себя. Я там себе воображал какие-то там ситуации, образы, искал в себе эти образы, чтобы завинтиться, как бы, условно говоря, звереть там. Но это все равно борьба с самим собой. Кому-то это удается легче, кому-то тяжелее. Но у меня, я говорю, что у меня вот эта вот отягощенность физиологическая с детства. Почему у меня был страх? Но я потом вспоминал, вспоминал, какие могли быть родовые причины, почему могло быть, от чего это могло быть. Может быть, у мамы родовая травма была. Может быть, я родился такой, может быть. Потому что папа мой, он в 19 лет ушел на войну добровольцем. На Великую Отечественную войну. Давно. И вернулся капитаном, весь в орденах и медалях. И дошел до Берлина и дальше. Да, и вот он выпивал. Он фронтовик выпивал. Я потом подумал, может быть, это у меня. Поэтому я родился такой. Потому что я знаю, как врач, что и Бехтерев об этом много писал, и говорил об этом в свое время, что пьянство, оно дает последствия. И на потомков влияет, и так далее. Что это не просто так. И вот папа у меня был в такое. Ну, знаете, он после войны был в высшей школе партийной в Москве. Потом он был большим начальником. Был там председателем райисполкома города. Квартиры даже распределял. А сами мы жили тогда в подвале. Ну, такие люди честные раньше были. Вот. Потом, ну, это так, такой период был. Потом мама моя, она была директором Пушкинской библиотеки. Потом она 20 лет была деканом филологического факультета педагогического института. Ее студенты так любят и любили, и вообще вспоминают, когда любят очень много-много студентов. И вот представьте, папа, когда пьяный напьется, его на плечах домой пригласили, и моей маме, как приходилось, тяжело, что она от стыда не могла на отцу уйти. Папу, кстати говоря, очень уважали. Когда папа потом через, ну, много уже лет, папа когда умер, его тоже на плечах весь город нес на кладбище. Ну, уважение такое было. Вот, а я же как ребенок, все на моих глазах все это происходило. Как папа пил, как, ну, это же ужасно все. Потом он бросил пить, потом много лет не пил. Да, ну, все равно это как-то, знаете, такая атмосфера напряженная. Потом я терпеть не мог учиться, из-за этого напряжения, не только на уроке трудно, а я еще был мальчик очень старательный, очень аккуратный, воспитанный на классике художественной литературы. Тем более мама очень много читала, и я всю жизнь читал. Я был маленький, я все книжки, которые только было возможно, перечитывал. Я помню, что я лежал на диване, все читал, читал, читал. Марат, братик мой, во дворе в футбол играл, а я читал, читал. Да, вот такой мальчик был. И вот представьте себе, что вот это все напряжение, напряжение, в конечном счете, когда я уже работал после института, в институте я вообще на лекции не ходил, потому что надо рано вставать, и там сидеть две пары, слушать лектора, тогда микрофоны слабые были, он там далеко, там 300 человек сидит, и его слушают, ну они в это время там кораблики играют или между собой разговаривают. А я думаю, ну когда же эта лекция кончится? Конечно, поэтому я на лекции не ходил, и потом вечерами мне приходилось вместе с несколькими такими, как я, ходить и отрабатывать все это, иначе тебя на зачет не отпустят, и на экзамен не пустят, если ты лекции не отработал. Ну так было у нас в институте медицинской. И вот таким образом у меня такая нагрузка была всю жизнь. Потом я в поликлинике, когда работал после института, заведовал кабинетом иглотерапии. Тоже на работу тяжело ходить, опять же, а там еще и надо с больными работать, а в точку надо попасть, чтобы феномен отдачи получить. Это точная работа такая, концентрация такая. Я утром как-то сидел на пятиминутке, утром такой грустный, и мне Инна Владиславовна, наша завполиклиника, она говорит, ты чего грустный такой? Я говорю, да я чего-то не высыпаюсь. Она говорит, так ты приходи на вторую смену, у нас же есть вторая смена, у меня началась счастливая жизнь. Я приходил во вторую смену, вы не представляете, как меня обожали все, причем я это задумался, мужчин всех принимать, одной группой сразу в кабинет, чтобы они там в коридоре не сидели, и у меня в кабинете все. А я всем иголки ставлю, мы разговариваем, ну все было здорово. Потом женщин всех, чтобы в коридоре не сидели, все сразу ко мне в кабинет. Очень меня любили, там столько было и смешных историй, очень таких занимательных, ну это очень было здорово. Я просто о чем говорю? Я говорю о том, что потом, когда я в свое время в Институте Сербского апробацию методики моей, мы делали испытания, я в детско-подростковом отделении там тоже задружился, с врачами, с заводелением, с врачами, и там были дети, которые писались. Я стал их учить в саморегуляции, и они стали меньше писаться, а им давали милипромин, препарат такой. Я потом говорю, ну если они уже лучше себя чувствуют, что же им давать, милипромин-то? Он мне заводеление говорит, да ты что, у нас же инструкция, как это мы можем не давать? А вот я тоже в свое время, когда я искал причины, почему у меня такая нервная система, почему у меня с сосудами так плохо, почему я же много старался от страха избавиться, ходил и по врачам, мне сказали, псих, у тебя здоровая, у тебя с нервами что-то не в порядке. Потом, значит, я был в институте в свое время, в неврологии, в академическом институте. Ну и сидят, и я сижу, и они записывают, вопросы задают, опрашивают меня, так это, что у меня, да как, назначили мне милипромин утром, а на ночь тезерцин. Милипромин-стимулятор, тезерцин такой сильный, снотворный. Так я один раз этот милипромин выпил, думаю, боже мой, сижу, телевизор смотрю, потом вдруг у меня такое напряжение, и думаю, а что это за такое, телевизор, а что это такое, я забыл, зачем он нужен. Я потерял смысл, такое дикое напряжение. Я потом думаю, вот теперь, как же они детям давали этот милипромин, ну может быть, кому-то и надо было, а может кому-то и не надо было. Но там же, как говорится, это надо очень скрупулезно, скажем, ребеночком заниматься, или с пациентом, скажем. А когда я тезерцин выпил, я всю ночь был холодный, как лед. Так меня вырубило. Я потом не пил этих препаратов никогда. Единственный был препарат, который я сам подобрал себе, прочитал, тогда очень модный был, но даже не хочу говорить, потому что кто-то возьмет, на него подсядет со страхами, а может быть, он тоже с побочными. Это же тогда было. Селексия. Ну, я стал таблетку выпить, смотрю, меня отпустило. Был такой период. И вот про анекдот про селексин, там, значит, очень модный был препарат. К врачу там, который, мужик какой-то такой, мужик с инурезом, такой взрослый, к врачу приходит, говорит, доктор, помогите, умираю, застрелиться что ли? Он говорит, а что случилось? Ну, вот беда у меня, говорит, такая инуреза. Он ему прописал, да, уже наука давно пошла, решил эту проблему давно-давно, не волнуйтесь, я выписал седуксин. Ну, то через неделю приходится хапкать цветов, доктор, вы меня спасли, а что, перестали? Да нет, теперь это меня просто не ворвает. Ну, это анекдот такой. Да. Ну, ладно, я немножко юморист, я просто к чему говорю? Никто не понимает из ближних, когда у тебя паники, когда у тебя страх. Они думают, что ты должен взять себя в руки. Ну, это естественно, это естественно. Я тоже, пока меня радикулить не схватил, вот сидел там, я приехал в такси на работу, в поликлинику, и вдруг меня схватило, я, ой, ой, выхожу из машины, весь такой скрелился, и тут сидят мужики на лавочке, меня ждут с радикулитами, которых я лечу, и говорят, а, теперь понял, как это бывает? А вот тоже пока не почувствуешь, не услышишь. Вот. Ну, это так бывает, ну, что же делать, жизнь такая. Вы знаете, вот эта методика, она мне помогла, потому что, вот, у меня иногда тоже бывает, вот смотрите, как у меня сосуды мозга работают, на примере. Вот я читаю, читаю, работаю, 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 я вжился в работу, напряженно сижу, с удовольствием читаю, потом встал, пошел, и вот эта левая сторона головы осталась зажатой какая-то. Вот пока читал, я не замечал, но там напряжение-то было, а потом я встал, и кровоток мозга вовсе сразу не может отрегулироваться у меня. И поэтому какая-то часть головы, вдруг я чувствую, она заложена. Ну, я вот начинаю разминать, там, ушки себе разминать, там, шлейку себе разминать, ну, ищу варианты там разные. Потом, довольно-таки недавно я нашел, что надо обжимать пальцы, все 10 пальцев, создать такой удар, как нашительный спирт, сосуды мозга, вот ты понажимаешь вот эти пальчики, и после этого, как-то через несколько минут, вот голова проясняется. Ну, много я там методик нашел, и я эти методики поизобретал, много этих, потому что я всю жизнь боролся со страхом, поэтому я страх победил. И знаю, как побеждать, и победил именно вот последние мои изобретения, были связаны с тем, что волна там у меня есть, потом у меня есть ключевое дыхание, разминание ушей, опять же, вот этих пальцев, да, вот, и еще вот эта вот разгрузка с перезагрузкой, в которую мы можем, выходя с пика напряжения на ноль, на состояние безмятежности, и там заложить себе, когда мозг освободили уже от вот этого стереотипа реагирования негативного на спазм сосудов, освободили, заложить себе на этом нуле, уже когда ты можешь помечтать, что когда тебе схватывает страх, что ты сразу вспомнишь, что надо делать. И я даю вот несколько таких вот приемов, и человек, когда его схватывает страх, он эти приемы делает, и когда он это делает несколько раз, появляется такое мироощущение, что теперь не страшно, потому что он знает, что если возникнет паника, если возникнет страх, он раз себе это сделает, сначала реально делает, а потом через несколько дней навык вырабатывается, а потом в уме это делает, но зато он знает, что он всегда это уберет, а еще и перенит эту энергию страха на решение нерешаемых вопросов. Ну вот так я в двух словах рассказал, что и как, может кому-то это будет интересно, полезно. Ну я вообще считаю, что люди, которые пережили вот эти события, которые действительно справились себе с чем-то, они хорошие мастера и получаются, когда обучают других людей, объясняют другим людям. А вот те, которые не переживали этих паник, которые не испытывали вот этих мук, не победили всего чего-то, ну которые просто берут, переписывают у кого-то и учат других, ну это немножко такое вот, потому что получит вопрос какой-то, а ответить не может, потому что он это просто услышал, он просто транслировал, он не жил и не понял. И у него другая судьба. Потому что только человек, который это все пережил, конечно лучше это может объяснить, рассказать, привести примеры, ответить на вопросы и так далее. Но вот видите, я не стесняюсь о себе говорить, потому что ничего тут такого нет, что я рассказал. Ну рассказал и рассказал, может быть кому-то полезно будет. Во-первых, не нужно сразу брать за правила и сразу думать, что у вас обязательно это. Ни в коем случае, у вас может быть совсем другое. И приемы подбирать надо. Я этому всю жизнь посвятил, чтобы понять, что их надо подбирать. И показываю, как подбирать. Чтобы они действительно работали. Потому что в одном состоянии ты берешь один прием, а в другом состоянии берешь другой прием. А сам подбор приемов, оказывается, развивает личность. Вот и этого. Чтобы до этого додуматься, сколько лет мне пришлось вот так вот мучиться. Ну да, но я счастливый человек. Я всегда был счастливым человеком. И поэтому я и боролся. Ладно. Может быть, немножко непонятно то, что я рассказываю. Может быть, кому-то подходит то, что я рассказал. Может быть, он внимательно отнесется к своим сосудам. И будет меньше переживать о чем. Знаете, я думал, что я трус. Оказывается, я не трус. Потому что, когда надо, я могу. Но есть очень много людей, ребят, например, которые думают, что вот если у него страх, значит он трус. Нет. Может быть, у тебя просто проблема. И может быть, ты просто поделаешь вот точечный массаж, поделаешь ручевое дыхание, волну поделаешь, наладишь сосудистую систему, кровоток мозга, согласование функциональных систем организма, разовешу себе эти навыки. Так что, дело в этом. Да. Все поддается нашим желаниям, все поддается нашей воле. Главное иметь желание. Да, друзья, духом никогда падать не надо. А вот эта сила духа, она как раз таки подкрепляется инструментарием, чтобы духом не падать, как раз таки надо знать метод-ключ. До встречи, друзья.